Решение НАТО и военная инфраструктура Аниаса на Востоке. Что касается того, какие последующие годы. Понятное дело, что изменение любого баланса сил, оно по-черкому будет сопровождаться появлением новой договорно-правовой базы, которая оформит ту ситуацию, в которой сложилась плитка. В последние годы мы наблюдали эрозию договорно-правовой базы в области безопасности. Выход США из договора по макетам средней и меньшей тайности и так далее. Но эти соглашения, по крайней мере, последние носили посторонний характер между Россией и США. То сейчас с появлением и укреплением позиций нового центра силы придется заключать, и, скорее всего, многосторонние подобные соглашения с участием уже других региональных центров, как будто Китая, Ирана, Индии и других государств. Что касается тенденции, которую мы видим сегодня, то на самом деле очень интересно наблюдать, что сторонники теории политического реализма, наоборот, в большей степени стали сторонниками теории политического реализма. То есть теория экономической взаимозависимости, политическая теория либерализма говорит о том, что война невозможна между либеральными демократиями, в том числе потому, что высокий уровень взаимозависимости, в первую очередь, экономический банан, не будет наоборот. Сейчас мы видим постепенное изменение направления реализма, когда, например, страны Восточной и Западной Европы, на улице Польши или Франции, заявляют о том, что нам необходимо наращивать свой силовой потенциал. Понятие силы является ключевым, ключевой единицей измерения права политического реализма. То есть ты через силу достигаешь и обеспечиваешь свои национальные интересы. В этой связи можно сказать, что та расистская парадигма, с которой сходили все расистские действия, если они оказались более-менее оправданными. Что касается преломления всех трансформаций, которые происходят в мире, в отношении южно-кавказской суборгиональной подсистемы. На Южном Кавказе мы можем заметить, что в действительности есть только два политических проекта. Первый политический проект – это российское интеграционное объединение экспорта, безопасность на посвященном пространстве, в лице Польши и так далее. Второй проект – пресс, создание единого пространства на основе общества, религии, культуры, этнической идентичности, тюркской и постепенной экспансии Центральной Азии и так далее. Иранского проекта, не забываем, что Армения так или иначе привыча, находясь на периферии постсоветского пространства, но в то же время является частью Большого Ближнего Востока. То есть из Еревана до Багдада и Эрбиды, где-то там ближе к чередомасту. То есть надо понимать, кто в твоем окружении. Хорошо или плохо, я не знаю, но иранского политического проекта в регионе Южного Кавказа нет. Есть только иранские опасения, связанные, и оправданные во многом вопросе – безопасности, связанные в том числе с конкурированием за роль регионального лидерства вместе с Турцией, а Южно-Кавказа часть можно считать ближневосточной субрегиональной системой. В связи с этим государству фактически остается выбором между ними политическим проектом. Потому что если мы говорим, что происходит постепенный шит в сторону политического реализма, где определяющим является сила, которая обеспечивает национальные интересы. То есть мы можем увидеть, как с помощью военного потенциала можно банально сохранить те национальные интересы, которые были, сохранить безопасность, суверенитет, территориальная целостность и так далее. Частью, ну очевидно, да, что частью турецкого политического проекта Армения быть не может. Ну, в силу, если не эмоциональных причин, то, наверное, в силу объективных, потому что турецкий проект устроится на основе общности и идентичности, этнической, религиозной и так далее. Не по вопросу религии, не по вопросу технической идентификации. В Армении тут нет ничего общего. Более того, турецкий политический проект, а конкретнее турецкий опыт государственного строительства, который разъявляет в первую очередь этнический чистый ум геноцид, который, естественно, имел место на отношении армян, на отношении греков и других этих профессиональных мужчин, которые населяли косманский мир. То есть это уже более объективная причина, по которой Армения банально не может быть частью турецкого политического проекта. Что касается того, как себя вести в меняющихся реалиях, лучшее израилеведом было специальности, приведу пример того, как, например, пытается Израиль отловировать всю эту ситуацию. Очевидно, что запас прочности и по вопросу безопасности, экономики, и по-другому вопросу в Израиле больше, чем в Армении, поэтому он более-менее может в каком-то предпосрочном временном промежуке отловировать всю эту ситуацию, не выбирая как в одну или другую сторону стран, от которых такой запас прочности меньше, они не могут себе такой роскоши позволить. Даже несмотря на это, напомню вам, что Израиль, например, отказался присоединиться к санкциям, которые были видны в отношении России с страной коллективом за 2014 годом, да, Израиль, будучи стратегическим союзником Соединенных Штатов. Потому что Израиль понимал, что ключевые вопросы в области его безопасности, да, напрямую на территории Сирии, они связаны с положительным отношением с Россией. Россия, которая может выступать как медиатором иранского присутствия в Сирии, так и позволяет Израилю реализовывать свои операции, направленные на изучение безопасности, когда Израиль может быть в татару в военной инфраструктуре Ирана на территории Сирии. Здесь то же самое. Мы имеем место в ситуации, когда Израиль, опять же, будучи в Соединенных Штатах, поддерживая российскую позицию, скажем так, которая имеет глобальный характер, направленная на противодействие гларификации нацизма и в целом по нивелированию риторики, связанной с поощрением фашизма и так далее. Израиль отказывается присоединяться, пока что к антироссийскому санкции, несмотря на то, что давление внутри Израильского общества, оно просто колоссальное. Там лишь чуть ли не ежедневно во все города страны приходят антироссийские, про-украинские митинги. И несмотря на все это, руководство сдерживает эту ситуацию. Более того, Израиль позиционирует себя, уже более чем региональные державы, пытаясь организовать прямые переговоры между украинским и российским лидерами. То же самое, что и делает Турция. Турция стремится повысить свою роль в международных делах, ведущихся не только региональной страной. Турция, которая организовала политические переговоры между главными внешнеполитическими ведомствами России. И Украина сейчас пытается как раз сохранить эту инициативу. Для Армении такое возвышение Турции, точнее ее роль с региональной на глобальной, естественно, чревато вызовами в области безопасности, я уже не говорю про вызовы в области экономики, если произойдет, как это называется, условно-то расплодирование, коммуникация, открытые границы и так далее. То есть республика, я не говорю, что это в Кулафцах, республика Армения, она не выживет в новых условиях, потому что время течет быстро, и как в середине 20 века все очень быстро. Здесь события развиваются просто миллионами. вот все, что хотел вам рассказать о сентябре современного мирового порядка, точнее, будущее просто постепенно меняется, и как это все может отразиться на Южном Паркопаде, на Армении в частности. Спасибо.